СТАЛКЕР СТАЛКЕР Самая крупная из них известна вам как «Пожигатель мозгов». Все, кто пытается пройти к центру зоны, попадают под наш контроль. Затем они проходят кодирование, становятся нашими агентами и получают татуировку с Талкером. Рассылая их по зоне, мы влияем на ход событий и обеспечиваем свою безопасность. Черт, но меня и угораздило. Сработал тот самый пресловутый эффект трех сосен. Я заблудился в темной долине. Сначала я думал идти на армейские склады, или как это место иначе называется, милитари. Но один знакомый сталкер сказал мне, что там нынче неспокойно. Из центра зоны мутированное зверье лезет сплошным потоком, и что свободовцы с трудом держат оборону. И я решил все-таки пойти в темную долину, пособирать артефакты. Под землю я лезть, конечно же, не собирался. Снаряжение не такое серьезное. Но пешую прогулку мог себе позволить. Сначала все начиналось замечательно. Правда, меня решила подстрелить парочка бандитов, но калашников с подствольником и оптикой оказался сильнее двух гадюк. Плохоньких копий немецкого пистолета-пулемета Хекклер-Кох МП-5. Сталкер! Пристрелив обоих беспредельщиков, я обшарил их карманы. Моей добычей стали две аптечки, несколько шприц-тюбиков антирада и две гранаты. И самое главное, в рюкзаке одного из братков я нашел два ценных артефакта – кристалл и слизь. Что ж, для начала неплохо. Прихватив добычу, я направился дальше. По пути мне пришлось отсоединиться от слепых собак. Раз дорогу мне перегородил здоровенный кабан, на которого я извел половину магазина калашникова. Получи, гад! Но это мелочи, тем более здесь, в темной долине. Так, обходя аномалии и постреливая мутантов, я странствовал, набивая свой заплечный мешок артефактами. Попадались и довольно редкие. Такие, как душа и золотая рыбка. Такие, я убираjo тут. Так, middle one. Там. Получил страх! Умаившись, я нашел полянку и присел на камень, отдохнуть и перекусить. Разложив на широком и плоском куске гранита бутерброды и термос с кофе, я достал банку армейской саморазогревающейся тушенки и принялся сосредоточенно жевать, не забывая, впрочем, поглядывать по сторонам, снятый с предохранителя автомат лежал у меня на коленях. Поев, я засобирался в обратную дорогу. До блокпоста долго, на границе с ростком, путь отсюда не близкий. Подхватив автомат и нацепив рюкзак, я зашагал обратно. Неладное я почувствовал спустя час ходьбы. Иду, иду, а знакомых ориентиров не видать. Что за... Я сверился с картой местности в своем ПДА. Вроде все правильно. Верной дорогой идете, товарищи, как сказал один вождь мирового пролетариата давным-давно, в одной стране, занимавшей одну шестую часть суши. Но вскоре мне шутить расхотелось. На моих командирских часах было уже 4 часа дня. Надо срочно отсюда выбираться. Скоро на землю опустятся сумерки, а за ними придет ночь. А что такое ночь в зоне? Правильно. Время людоедов. Из всех щелей повыползают химеры, кровососы, слепые псы и еще не ведь какая нечисть, рожденная в глубинах зоны. А для них сталкерское мясцо – лучшее лакомство. Я занервничал и ускорил шаг. Но тщетно. Я даже не представлял, где нахожусь. Блин, вот попал ты. Еще раз сверившись с ПДА, я побрел на северо-восток к заброшенному шоссе. Но вместо шоссе выбрался на опушку какого-то леса. Да что же это такое? Пальцы мертвой хваткой вцепившиеся в цевьё автомата онемели. Ладони стали влажными. А между тем уже наступили сумерки. Бокровый шар солнца уходил за горизонт. В небе клубились свинцово-серые облака. Ночь наступает в зоне быстро. Да еще стал накрапывать мелкий противный дождик. Слава богу, не кислотный, как после выброса. Выброса я не боялся. Он был всего два дня назад. А вот зверьё... Позади меня раздался хруст веток. Я резко обернулся. По ушам ударил нечеловеческий крик, переходящий в утрозвуковой вой. И прямо передо мной материализовался кровосос. Растопырив свои уродливые когтистые лапы, он прогнул на меня. Не помня себя, я надавил на спусковой крючок. Только бы не заклинило, велькнула мысль. Но длинная очередь с треском распорола полутьму вспышками дульного пламени. Пули струей раскалённого свинца ударили в грудь чудовища, отшвырнув его на землю. Монстр сдавленный зарычал, пытаясь подняться. Его грудная клетка была разворочена выстрелами, но тварь и не собиралась умирать. Я снова дал очередь. Она резко оборвалась. Сухо щёлкнул ударник. Патроны кончились. Я одним движением заменил магазин и передёрнул затвор, досылая патрон в патронник. Тем временем кровосос поднялся и готовился к прыжку. А вот хрен тебе! Я стрелял, пока его втором рождении закончились патроны. У моих ног лежала истерзанная пулями мёртвая тварь. Из ствола оружия шёл сизый дымок. Опомнившись, я снова поменял магазин в автомате. Ноги стали ватные, лоб покрылся испаренный. Нужно выбираться. Я побрыл дальше. Из последних сил я держал себя в руках. Только не психовать. Только не давать волю нервам. Иначе конец. Так я брёл, не разбирая дороги. И уже мало что соображая. Отчаяние постепенно овладевало мной. В голове оставалась лишь одна мысль, тлевшая, словно уголёк во мраке. Идти. Во что бы то ни стало, идти вперёд. Несколько раз мне приходилось отбиваться от монстров. На свору кабанов я истратил две гранаты для подствольника. Патроны были на исходе. В призрачном свете луны, казалось, каждый день несёт угрозу. Да, собственно, так оно и было. Ночной мир зоны выл, кричал, рычал, причитал и плакал на разные голоса. У меня закружилась голова. И тут, выйдя на залитую лунным светом полянку, я увидел его. Высокая тёмная фигура в широком плаще с капюшоном стояла ко мне спиной. Я замер, боясь пошевелиться. Я сделал шаг. Под ногой хрустнула веточка. И он обернулся. Он стоял в струящемся лунном свете. Руки скрещены на груди. Глубокий капюшон скрывает лицо. Кажется, что там непроглядная тьма. Он чуть повернул голову. Я увидел его лицо. Непроницаемое, словно вырубленное из гранита. В уголках плотно сжатых губ затаились морщинки. Желбаки на широких сколах были напряжены. Серые глаза притягивали своей глубиной и тайнами, которые они видели. Вдруг, на миг, губы искривились в усмешке. А взгляд стал таким печальным. Столько муки и тоски, горечи и немого укора было в этих серых стальных глазах, что у меня заныло сердце. Он молча вытянул в сторону правую руку, потом все так же молча отвернулся, сделал неслышный шаг и растворился в переплетении ветвей и кустарника. Я пошел в указанном им направлении и вскоре наткнулся на то шоссе. Дальнейшее было, как в тумане. Я не замечал ничего. И ночные обитатели тоже меня не замечали, будто я стал таким же темным призраком. Уже не помня себя, я вышел к блокпосту долго. Едва добравшись до койки в вагоне, я уснул без сновидений. Но до сих пор я вспоминаю тот взгляд. Его глаза. Глаза самой зоны. Трудно идти В темной дороге Кто не дойдет, Тех ждет печаль Сталкер, скажи Где наши боги? Их больше нет, А жаль, а жаль Зона, прошу тебя Упокоен наши души